Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева прошла сегодня на полях саммита Шанхайской организации сотрудничеством в узбекистанском Самарканде. На встрече Владимир Путин отметил, что в течение дня они с азербайджанским лидером уже неоднократно разговаривали, обменивались мнениями и по поводу работы ШОС, и по вопросам двусторонних отношений, ситуации в регионе. Российский лидер указал на то, что двусторонние отношения и Россия-Азербайджана весьма успешно развиваются. При этом Путин указал на то, что вызывает беспокойство обострение ситуации между Азербайджаном и Арменией. Нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Мы с вами об этом говорили. Я вчера ночью разговаривал, вы знаете об этом, я вас прорхомировал с премьер-министром Армении, с Пашиняном Николом Владимировичем. Хорошо, что с координированными усилиями все-таки эскалацию удалось превратить, прекратить, но, насколько я понимаю, она все-таки остается напряженной. Ну, очень рад возможности встретиться с вами и поговорить по всем этим вопросам, потому что они все важны. Ильхам Али в свою очередь поблагодарил Путина за оперативное реагирование на эскалацию. Также хотел бы выразить вам благодарность за оперативное реагирование на обострение эскалации в зоне армяно-азербайджанской границы. Бои-столкновения продолжались менее 8 часов, и то, что они остановились, хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается, говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации. То есть пограничные конфликты случаются, к сожалению, они были сопряжены с многочисленными жертвами с обеих сторон. Но главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло. Вот ту информацию, которую сейчас получают с мест, как я уже сказал, около двух суток. Ситуация стабильная. Сейчас главное не разрушить начинающийся процесс нормализации отношений, двигаться в этом направлении. Мы приветствуем усилия России, направленные на это, и в том числе в рамках трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана, Армении по транспортным коммуникациям в рамках процесса по делимитации, а также планов по началу переговоров по мирному соглашению. Ну, конечно, мы подробно это обсудим. Азербайджанский лидер еще раз отметил, что Баку привержен трехсторонним документам, которые были подписаны между Россией и Азербайджанской республикой и Республикой Армения после Второй Карабахской войны. И будет делать все для того, чтобы ситуация на Кавказе была стабильной. Сегодня, ранее выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества, азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил о том, что новая провокация вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном нанесла большой удар по мирному процессу между двумя странами. Президент подчеркнул, что вся ответственность за провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении. 13 сентября сего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лишит на военно-политическом руководстве Армении. Алиев также отметил неэффективность работы некоторых международных организаций, обратив внимание на тот факт, что четыре резолюции Совбезоон о выводе армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана не выполнялись в течение 27 лет, пока Азербайджанская республика сама не урегулировала конфликт военно-политическим путем. При этом глава азербайджанского государства указал на то, что сегодня работа над проектом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией должна идти без предварительных условий и искусственных задержек. Президент Азербайджана также отметил важность в рамках процесса разблокирования транспортно-экономических связей между азербайджанской и армянской сторонами запуска Зангизурского коридора. По его словам, этот проект будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит, в том числе для Армении. Кроме того, Алиев подчеркнул, что республика вносит весомый вклад в запуск региональных транспортных проектов, таких как Запад-Восток и Север-Юг. Также президент Алиев в своем выступлении отметил, что Азербайджан в настоящее время на освобожденных территориях в Карабахе и восточном Зангизуре осуществляет строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч километров и сотни километров железнодорожных дорог. Ранее президент Азербайджана провел на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества переговоры с рядом лидеров, в том числе председателем КНР Си Цзиньпинем. В ходе встречи китайский лидер подчеркнул, что Пекин поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и высоко оценивает поддержку Азербайджанской республикой соответственно территориальной целостности и суверенитета Китая. Президент Аль-Хам Алиев в свою очередь напомнил о состоявшемся в 2019 году визите в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Он подчеркнул, что проект «Один пояс, один путь» имеет большие перспективы для сотрудничества и партнерства между Азербайджаном и Китаем, как и проект «Средний коридор». Также отмечена заинтересованность китайских компаний в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий. На полях саммита также прошла встреча Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. На встрече Шариф подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживал независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также пригласил азербайджанского лидера посетить с официальным визитом Пакистан. Приглашение президент Алиев принял. Число погибших азербайджанских военнослужащих в результате произошедшей на днях провокации вооруженных сил Армении увеличилось на 6 человек, достигнув 77. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской республики. Количество погибших с армянской стороны военнослужащих также возросло и составило 135 человек. Как заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян, цифра не окончательная, поскольку есть множество раненых. Первоначально Армения называла число в 49 погибших, а затем скорректировала до 105. Вместе с тем, по неофициальным данным, реальная цифра намного выше озвученной. Сегодня же стало известно, что ночью прошли очередные телефонные переговоры президента России Владимира Путина с армянским премьером. Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров Армении, лидеры коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян в ходе беседы подчеркнул, что хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной. Стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в связи с заявкой Армении в УДКБ по оказанию помощи в связи со сложившейся ситуацией. Вместе с тем, премьер Армении созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкином, в разговоре с которыми также заявил о сохраняющейся напряженной ситуации. Сегодня стало известно, что Армению на днях собирается посетить скандально известная спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пилоти. Вчера оперативная группа Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности во главе с начальником штаба Анатолием Сидоровым прибыла в Армению по запросу официального Еревана для мониторинга ситуации на границе с Азербайджаном и провела встречу с министром обороны страны Суреном Попекяном. В это же самое время секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил ОДКБ в недостаточной реакции на эскалацию на армяно-азербайджанской границе. По словам Григоряна, Армения ждала от структуры предоставления ей военной и военно-политической помощи для защиты, как было сказано в запросе ОДКБ армянской страны. Однако такую помощь Ереван не получил. Напомним, одна из масштабных эскалаций после подписания лидерами России Азербайджан и Армении 9 ноября 2020 года трехстороннего заявления произошло между азербайджанской и армянской сторонами в ночь на 13 сентября и продолжилось вплоть до повторного достижения режима прекращения огня, достигнутого вечером 14 сентября. Совет безопасности ООН не принял ни одного документа в связи с эскалацией на армяно-азербайджанской границе. Заседание Совбеза ООН прошло 14 и 15 сентября по инициативе Франции, как председательствующей страны по просьбе Армении. По итогам заседаний государства выступили за разрешение ситуации между Азербайджаном и Арменией политико-дипломатическим путем. Хотя армянская сторона и выступила на заседании с обвинениями в адрес Азербайджана, пытаясь добиться осуждения Азербайджана государствами-членами Совбеза, попытка не удалась. Кроме того, Армения на заседании попыталась обвинить Азербайджан в территориальных претензиях к ней, а также вновь подняла тему решения вопроса так называемого статуса Карабаха, но уже в рамках Совета безопасности ООН. В ответ на это пост предазербайджанской республики при организации объединенных наций Ешар Алиев назвал заявления армянской страны полными искажениями и выдумок. Эти стандартные заявления, полные выдумок, искажения и обмана демонстрируют, насколько Армения далека от выполнения своих международных обязательств и продвижения мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе. Дипломат отметил, что Армения, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территорию Азербайджана, не имеет ни морального, ни законного права говорить о территориальных претензиях. Пост предазербайджана указал на то, что Армения совершила масштабную провокацию на границе с целью и дальше торпедировать выполнение достигнутых между азербайджанской и армянской сторонами договоренностей. Матч группового этапа Лиги Европы между азербайджанским футбольным клубом «Карабах» и французским «Нантом», прошедший накануне вечером в Баку, начался с минуты молчания по погибшим в результате провокации вооруженных сил Армении азербайджанским военнослужащим. На своем поле Агдамский клуб проявил характер и разгромил французский «Нант» со счетом 3-0. После яркой игры президент и первая леди Азербайджана поздравили футболистов с победой. Президент опубликовал итог матча и выразил поздравления адресованной команде на своей странице в соцсети.